Солнце на закате И они, хотя и знали, что он убит как нечестивый, хотя и знали, что за это можно поплатиться, знали, что запечатана гробница, что стража около неё стоит, но всё-таки пошли. И они пошли, и там исследователи разбираются, почему недоумение в Евангелии, что два описана варианта, как ученицы увидели гроб, как одни увидели, что сидел ангел, а другие другое увидели. Но пришли к выводу, что это, в общем-то, две группы. Одна группа шла вечером, другая пришла утром и увидела тоже, что и вечернее. И они в недоумении что делают? Разбегаются. Потому что то, что произошло, это вообще, как говорится, кладёт на них тень и, больше того, вину им, которые, в общем-то, вину-то все две тысячи лет и предъявляют, вину за то, что украли тело Христова. И вот потом всем сказали, что воскресенье. Но всё было, конечно, не так. Было так, как мы с вами читаем. И в этот же день он встречается, ученица своей, и в этот же день он приходит к ученикам своим. И первый раз с ними встречается, хотя нет Фомы. С Фомой он ещё раз с ними встречается. И если мы посмотрим на весь этот длинный день, как происходит событие, как он приходит и говорит, я ещё не готова, и как она не узнаёт его в новом облике и в новом состоянии, то мы увидим, что воскресенье это Христово уже произошло. Оно не ночью и не завтра, а вот вечером они пришли к гробнице, а там его уже нет. Ну, у нас есть порядок богослужебный. Мы с вами все эти службы строим своим чередом. И в этом череде, в этой череде у нас с вами всё каждый год совершается, продолжается. И мы плачем, и мы вспоминаем, и мы грустим, и мы скорбим. Хотя, конечно, никакого распятия ни в четверток не было, никакого нового воскресенья сегодня не произошло. Всё произошло почти 2000 лет назад, но ещё до 2000 лет есть ещё. Это 2020 лет назад родился Христос по нашему календарю. А воскресенье, оно же было после того, как он вышел на проповедь, в 33 года проповедовал, а потом воскрес. Но что же произошло? Зачем он вернулся? Вернулся, чтобы научить нас воскресенье. Воскресенье. Чтобы рассказать нам, как это сделать каждому. Чтобы объявить нам, что мы теперь дети Христовы. Чтобы апостолам уже на сороковой день прийти Духом Святым, осветить их и сделать жителями вечности. Жителями вечера. Хотя первый житель вечности, вы помните, что у нас оказался разбойник. Тогда что мы празднуем, если вчера мы с вами не видели его во гробе? Мы только играли в эту игру, что он во гробе, что он... Мы вспоминали все эти события. Что же мы празднуем? Мы празднуем свое воскресенье. Своё воскресенье. И когда вы завтра будете... Сегодня будете... Сегодня уже сегодня началось... Сегодня будете кричать «Христос воскресе!» И радоваться, что Господь воскрес. На самом деле вы должны думать, что я воскрес. Мы воскресни. Человечество воскресло. В этом же главный смысл воскресения Христова. Тот грех Адамов искуплен новым Адамом Христом для того, чтобы нам вернуть не просто рай и не просто своё состояние вечности, но сразу нам вернуть место рядом с Богом. Если Адам был помещен в рай, и он Бога слышал, и он общался с Ним через голос и через, ну, наверное, ещё и через чувства, потому что всё-таки должны были быть эмоции, то с воскресением Христовым, с нашим вместе с Ним воскресением, приходит к нам прямое Богу общение, Богу отношение. Мы с вами видим в апокалипсисе Иоанна, как Господь человека сажает рядом с собой, так можно сказать. Как все праведники, 144 тысячи только колен иудейских спасены, а сколько ещё людей спасены, сколько святых у нас по всей земле оказались верными Богу и оказались воскрешенными. Они, как Христос, воскрешены от своих грехов и восхищены в Царстве Небесное. Поэтому, на мой взгляд, вот праздник воскресения Христова, Пасха, это наш день рождения, наш общий христианский день рождения, в котором мы, возвращаясь к Отцу Своему, вспоминаем этот день, когда наше новое рождение в новом состоянии состоялось, и этот день и празднуем. Поэтому, когда пойдёте завтра всех поздравлять с воскресением Христовым, Христос в воскресе, поздравьте всех остальных и с их воскресением. И погорчайтесь за тех, кто не празднует своего воскресения, кто сидит в тишине, кто не знает Христа и не имеет в Нём богатства, и не имеет в Нём жизни вечной. И свой день рождения проведите с как можно большим количеством хороших, добрых друзей, которые тоже живут этой жизнью вечной, у которых тоже сегодня воскресенье. И это как раз те, кто и будет, возможно, с вами там, куда мы все с вами стремимся. Поэтому, дорогие мои, солнышко, у меня всё уходит, уходит за веточки совсем. Мы идём всё сделать, что нужно для того, чтобы встретить свой день рождения, своё воскресение с Господом нашим Иисусом Христом. И всем вам желаю. Желаю радоваться, желаю счастья, желаю помнить, что, родившись для жизни вечной, вы здесь начинаете жить жизнью ангельской. Поэтому жду вас в приюте ангелов и в дальнейшем. Будем ещё один год проживать и будем вспоминать, как это всё происходило. Ну и, надеюсь, к следующему нашему дню рождения нас будет ещё больше, и мы будем ещё радостней. Здоровья вам всем, радости! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Ну и вот такие вам поцелуйчики. Аминь. Христос воскресе!